Здарова народ, с вами Гришаков. Сегодня мы поговорим про наш вообще общий заработок OfflineDice за все время и я расскажу зачем мы его посчитали. Ну смотрите, у нас сразу много новостей. Во-первых, у нас есть обновка. Вот она. Да, это микрофон АКГ Лира. Он создан для того, чтобы звук у нас в подкасте и собственно видео был очень хороший. Вот, и также мы попробуем за счет микрофона избавиться от угуканей, да, которые вы постоянно мне пишете про интервью. Попробуем разбивать весь аудиопоток на несколько дорожек и так меня спокойно вырезать. В общем, потихонечку осваиваем новые технологии, чтобы вам смотрелось хорошо. Дальше. У нас сейчас какая тема? Да, мы хотим сейчас вот с вами сесть и посмотреть сколько OfflineDice заработал со всех источников. Это Google Play, это AdMob, это iOS, да, это потом iOS AdMob. Вы уж запутались, наверное, да? Вот. И потом мы с вами посмотрим, сколько рекламы мы потратили, то есть сколько комиссий заплатили и сколько рекламы потратили. Таким образом мы поймем, какой у нас был общий доход, какие у нас были расходы и какой у нас был чистый профит. И дальше я расскажу, что я с этим хочу делать. Мы сейчас посмотрим Google Play. Да, это наш основной источник дохода за все время. Давайте, чтобы было понагляднее, мы поставим с мая. Получается не all time, а последний год. Ну вот, например, вот так вот. Я думаю, это будет адекватно. Вот, смотрите. Это наш доход, который мы получаем с игры OfflineDice, с внутриигровых покупок, да, когда внутри игры что-то покупают. Общий доход составил 29153, но на самом деле март мы пока не считаем, то есть будем считать, что 28700. Да, общий доход. Смотрите, как доход рос. 18 долларов с половиной май, это мы выложили в начале мая. Потом у нас идет рост 377 баксов. Июль 3000 баксов. Август 5500. Сетябрь почти 7000. И потом у нас такая понисходящая идет. Октябрь почти 6. Ноябрь 3600. Декабрь 1550. Январь 918. Февраль 747. И март 422. Но март еще не закончился, еще мы двигаемся, да, еще занимаемся им. Поэтому был такой у нас скачок, когда мы получали много органики, и у нас получалось закупать трафик по нормальным ставкам. И сейчас такой нисходящий тренд по заработку. Это что касается Google Play. Напомню, что примерно 70, ну кого, давайте подумаем. Где-то 70-75% мы получаем именно вот отсюда. Из этого дохода еще надо вычесть 30%, а с 1 июля будет 15%. То есть Google нам делает такой подарок. Идем дальше. Теперь мы смотрим на App Store. Тоже, видите, с 1 апреля 2020 года по конец марта полторы тысячи долларов мы заработали с iPhone. Здесь особо смотреть нечего. Единственное, да, у нас 9 тысяч установок, да, и полторы тысячи дохода только с инапов. Мне кажется, это неплохой показатель. Давайте посчитаем. Мы берем полторы тысячи и делим на 9 тысяч установок. Примерно 16,7 центов, да, там, 16,5 центов мы зарабатываем с одной установки только с инапов. Да, еще у нас есть AdMob. Вот, к ним мы тоже сейчас перейдем. В целом, конечно, установок не так много. Хотелось бы, чтобы App Store работал так же, как Google Play. Но здесь надо покупать много трафика и делать это в плюс. А у нас это не получается, к сожалению. Вот, но тем не менее, там, лишние полторы тысячи мы получили. Идем дальше. Ну, смотрите, Google Play и App Store мы посмотрели. Да, вы видите, что у Google Play просто 95% дохода, у App Store там буквально чуть-чуть, буквально полторы тысячи долларов. Вот, но, тем не менее, выйти на App Store для нас не составляло никакого труда. И, по сути, мы зарабатываем, там, приличные деньги с этого тоже. И это, ну, это просто приятно. Давайте перейдем к AdMob и к нашим расходам. Так, смотрите, AdMob. По AdMob мы будем смотреть сразу две платформы. Ну, точнее, сначала одну, потом вторую. Вот это у нас выбрано приложение OfflineDice Android. Да, то есть наш основной, опять же, заработок. Вот, и мы здесь помесячно строим график, как у нас это все работало. То же самое, смотрите, в мае 14,5 доллара. Да, потом 325, 1150 баксов, 2786, 2800, 3200 и потом идет плавное падение до текущего уровня. Что интересно, вот, смотрите, в феврале мы сделали 626 баксов, в марте уже побольше. То есть мы там чуть-чуть подкрутили реварды. Так что в этом марте мы получим больше выручки с AdMob, чем в феврале. Хоть какой-то такой позитивчик. Да, общая сумма 15620, это примерно 60% от Google Play. Да, где-то так. Суммарно мы примерно 40% получаем с AdMob. Вот, но сейчас его доля резко выросла. Примерно 50-55% мы получаем с Synapse и примерно 45% с AdMob. Да, потому что покупать стали внутри приложения поменьше. Так, и давайте сейчас включим iOS. Мы выбираем фильтр. И это те деньги, которые мы заработали на AdMob, на айфоновской версии. Да, чуть меньше 1000 долларов. Напомню, что Synapse мы 1500 еще заработали. Вот, итого примерно 2400 у нас дохода с iOS. Вот, но я напомню, надо 15% вычесть из дохода App Store. Да, чтобы примерно узнать, сколько мы заработали. Тоже у нас был определенный рост на старте. Вот, но App Store вел себя не совсем так, как Google Play. Да, не было такого прям кардинального роста, но и кардинального падения тоже не было. То есть, в целом цифры значительно меньше, чем на Google Play. Ну, ничего с этим особо не поделаешь. Да, пока ты не умеешь закупать трафик, ты не будешь здесь зарабатывать много денег. Все, двигаемся дальше. Смотрите, все, что я вам сейчас сказал, я забил в эту табличку. Она не очень красивая, но зато очень информативная. Вот столько месяцев мы рассматривали, начиная с мая и заканчивая февралем. Март пока у нас полностью не закончен, поэтому мы пока его не считаем. Да, вот она, наша выручка с Google Play, без, ну, с учетом комиссии. То есть, комиссия там включена. Вот сколько мы с AdMob получили именно с Google Play. То есть, с версии игры, которая в Android. И потом идет App Store. Тоже, вот общий доход с App Store. Помесячно, это 1485 баксов. И вот доход также помесячно с AdMob с iOS 864 тысячи. Если все просуммировать, получается 46108 долларов. Да, там 107.90. Это наша общая выручка, но из нее нам надо вычесть расходы. Расходы это комиссия. Комиссия почти везде 30%, но начиная с января, Google, ой, App Store дает нам скидку 50%. То есть, мы платим 15% комиссии. И с 1 июля будем платить по Google Play еще тоже 15%. Напомню, что Google Play сделал нам такую скидку, ну, всем сделает скидку с 1 июля. Вот, и плюс, это деньги, которые мы тратили на рекламу. Обратите внимание, что цифра, вот у нас, видите, она сначала резко росла. Вот, в сентябре мы потратили самое большое количество денег, 1700 баксов на рекламу. Вот, но начиная с ноября резко у нас упала реклама, потому что стало ее резко невыгодно закупать, потому что появилось много конкурентов, которые начали тоже вбухивать деньги в рекламу. Итого, общая сумма расходов у нас 14658 долларов. Да, и получается, что доход, получается, что мы берем наш доход, вычитаем нашу прибыль. 31 450 долларов – это наша чистейшая, вернее, чистейшая прибыль. Вот, но, конечно, отсюда нам надо вычесть все расходы на доработки, на программистов, на дизайнеров, на иллюстрации. То есть, короче, еще все равно есть много расходов. Но в этом видео мы не будем про них говорить, потому что очень много времени надо потратить, чтобы это все посчитать. Давайте договоримся, что чуть попозже я еще сделаю видео, там, может, через несколько недель, где мы посчитаем все расходы на программистов, на иллюстраторов и проанализируем целиком проект Offline Dice с учетом того, сколько мы потратили на разных специалистов. Все посчитали. И что теперь? У нас получилось 46 тысяч долларов. Да, плюс уже в марте сколько-то накапало. То есть, вот-вот мы перескочим через отметку в 50 тысяч для одной игры. Я напомню, на старте мы потратили на нее буквально 30 тысяч рублей. Да, и она принесла такие деньги. Это очень круто. Вот. Сейчас Offline Dice за год заработала 46 тысяч. Да, даже не за год, а за 10 месяцев. Да, у нас еще есть 2 месяца. Вот. Но вы видите, что был сильный взлет, потом сильное падение. И я подумал, если у нас не получится вывести Offline Dice на высокие показатели снова, то логично, пока у нас не прошло сильно много времени, да, пока у нас вот этот вот горб из дохода сохранился, мы можем попробовать привлечь покупателя и продать Offline Dice. Да, то есть сейчас мы идем по двум путям. Сидим на двух стульях. Первый стул мы пытаемся всячески продвинуть Offline Dice. Да, мы увеличим Retention. Мы подключили пуши. Мы построили воронку. И на каждом этапе смотрим, где у нас идут потери. Про это мы расскажем в следующем видео с Егором Васильевым, да, которое вам зашло в прошлое видео. Посмотрите, кто не смотрел. И пытаемся игру значительно улучшить, да, чтобы у нас воронка стартовая, то есть на старте заходило много людей и как можно меньше из них отсеивалось. Сейчас их достаточно много. Вот. А вторым, второй стул, да, это мы сразу выставляем игру на продажу, выставляем за достаточно дорогую стоимость. И делаем это сразу на двух площадках. Первая площадка это Flippa. Сейчас мы посмотрим на наше предложение там. И вторая площадка это Broker. Это Broker, то есть это прям ребята, которые занимаются продажей. То есть ты не просто выставляешь, а ты даешь им этот оффер свой. Они изучают. И потом среди своих же клиентов ищут покупателей. Называются они Website Properties. Давайте сейчас посмотрим на Flippa и одним глазом посмотрим на Website Properties. Давайте разбираться с продажей. Есть такой сайт, называется Flippa.com. Это сайт, который занимается продажей всяких игр, приложений, сайтов, короче, всяких онлайн штук. Вот. Сюда ты заходишь, заполняешь заявку и заполняешь подробную форму. Что в этой форме есть? Описание игры. Потом количество скачиваний. Время жизни приложения. Сколько у нас доход. Именно сколько у нас прибыль. Общая за месяц в среднем. За последний год. Какое у нас количество рейтингов. Вот это все мы заполняем. Дальше. Смотрите, какая красивая получилась картинка. Получается, сверху у нас выручка идет. Да, видно, что где-то 10500 у нас был доход. Что это получается? Сентябрь, что ли? Ну да, наверное, в сентябре. Вот. И это была у нас такая самая верхняя точка. Вот. А нижний график – это наша прибыль. Тоже видите, что прибыль идет относительно выручки. Но вот здесь, например, в октябре мы перестали сильно рекламироваться, потому что это было в минус. Видите? И поэтому прибыль, хоть и выручка упала, но прибыль у нас держалась наверху. И вот тоже, видите, можете проследить, когда, в какой момент мы перестали закупаться. То есть вот здесь, видите, такая у нас вот эта вся площадь – это наши расходы. Вот. И вот в этом моменте, вот в этом моменте мы еще закупаем трафик. И потом все меньше, меньше, меньше денег мы начали тратить на трафик. И из-за этого, по сути, наша выручка почти что равнялась нашей прибыли. Вот. Это все мы отражаем. Дальше. Здесь есть помесячный доход. Вот. Давайте как раз на него посмотрим. Начиная с мая и заканчивая февралем. Наши расходы. В расходы мы добавляем долю комиссии. То есть, по сути, в расходах у нас реклама плюс комиссия. Вот. И у нас есть профит. Да. Сам, собственно, чистый доход, который мы получаем. Дальше мы делаем описание и описываем, что мы передаем. Да. Это всю нашу игру. Игру в App Store. Наши исходники. Всю графику. Вот это все-все-все-все-все-все мы передаем. И все это дело стоит всего-то 40 тысяч баксов. Да. То есть, мы получили 46 тысяч дохода. Еще за 40 тысяч хотим попробовать продать игру. Понятно, что ценник немаленький. Вот видите, мультипликатор 1.1. Это значит, что условно мы за 40 тысяч продаем, а получили за год 46. Да. Мультипликатор примерно такой. На самом деле мы за 10 месяцев 46 получили. То есть, еще эта выручка подрастет. И есть второй сайт, на который мы подали заявку. Сейчас переписываемся с менеджером. Это называется сайт Website Properties. Александр Лебедев рассказывал в своем интервью, что он продал игру Parking Escape. И он как раз продал их через них. Вот, я не знаю цифры. Но, по крайней мере, он мне порекомендовал с ними пообщаться. Они занимаются продажей тоже эпов, да, сайтов, игр. Вот, всякой такой штуки. Огромные они уже там суммы. На огромные суммы они напродавали всего-всего. Видите, 350 миллионов. Вот, как происходит общение. Ты оставляешь заявку. Они с тобой связываются. И пишут тебе, что выслать. Ну, в основном, это доходы за последние 3 года. Расходы. Сколько вы там на оперативную деятельность тратите. То есть, короче говоря, все примерно то же самое, что было на Flippa. И сейчас, я как раз сегодня им все отправлю. И дальше буду ждать, что они скажут. Вот, опять же, будем откровенными. Да, шансов продать за очень дорого. Не очень много. Но мы попробуем это. Вот. Поэтому, если условно говоря, мы сможем вытащить деньги, которые мы получили с Offline Dice за полтора-два года последующих сразу, то, конечно, это стоит сделать. И, опять же, заняться более перспективными проектами. А дать игру тем, кто знает, как ее сейчас вытащить. Там большой-большой плюс. В общем-то, вот и все. Да, то есть, у нас есть доход в 46 тысяч долларов. Мы хотим попробовать либо запустить игру и еще заработать там 100 тысяч долларов, либо попробуем продать эту игру условно за 40 тысяч долларов. И таким образом мы там, ну, значительный бюджет получим. И у нас будут деньги, чтобы дальше развиваться, не заботясь ни о чем. Если у нас не получится задорого продать Offline Dice, тоже ничего страшного. Он будет нести нам какие-то стабильные деньги еще в течение там многих-многих лет. И, ну, просто мы его будем таким образом с него получать деньги, которые реинвестировать в другие проекты. Ну, почему бы и нет. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Я на них на все отвечу. Не забудьте подписаться на канал. Давно я вам это не говорил. И, кроме того, когда вы подписались, там есть такой колокольчик. Вот нажмите на него, чтобы когда видео в четверг выходит, вы сразу получали уведомления и были первые, кто его посмотрит. На этом все. С вами был Глишаков. С вами была Корица. Всем пока. До свидания. До свидания. Вообще Корица постоянно в съемках участвует. Это абсолютно без насилия происходит. Ну и, кстати, отпишитесь, как микрофон-то? Не портит картинку? Нормально выглядит? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok